вот знаете все науки делятся грубо говоря на две категории научная и точная и описательная в чем разница описательная она просто ну описывает то есть типа вот это такое вот то сякое вот там пятое десятое такое она не делает каких-то выводов не не вычленяет закономерности просто констатирует факты и как-то классифицирует а есть наука точная например физика то есть вот описательная это наука литератур литература литература видения например просто описывает какие есть литературные произведения а вот точно вот физика она вычленяет именно точные закономерности то есть не просто отдельные факты какие бывают а по каким законам они происходят и точные науки они конечно практически более полезны чем писательные поскольку не просто говорят что есть говорят что может быть куда она будет развиваться как этим воспользоваться и так далее и вот психология до сих пор считается описательной наукой это неправильно ну то есть ну знаю мы какие бывают там психическое свойство у людей и что люди от этого лучше не становятся то есть это удобно чтобы манипулировать людьми то есть знать кто до что ведется то есть различные маркетинговые компании такой описательной психологии очень интересуются но если мы хотим улучшать людей если мы хотим улучшать себя то психология должна стать точной наукой и вот тут многие считают что это типа ну невозможно типа человеческое человеческое сознание такое сложное лабиринтообразное многослойное бла 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 если психика существует она устроена как то она не устроена бесконечно сложно она может быть устроена сложно но конечно сложно она все равно как то устроена она происходит по каким-то законам она не может происходить абсолютно производно поскольку это все-таки человеческий мозг он физические и физические законы, они вообще-то, ну, однозначны. А значит и законы психи должны быть однозначны. То есть, даже если углубляться в дебри и брать какую-то квантовую механику, то, во-первых, она работает только на очень, на таком микроуровне, на котором мозг не работает, это все-таки макросистема. Во-вторых, там тоже есть свои законы, они тоже не абсолютно произвольны. Но они тут не важны. Ну, в любом сути, психика работает по каким-то четким, точным законам. И эти законы рано или поздно будут абсолютно точно выведены. И психология должна быть точной наукой. Точной, а не описательной. Собственно, вот мой подход и подход к когнитивной психологии, который мне кажется наиболее точным, он вот как раз в том заключается, что человек, человеческая психика устроена по законам информационных систем. По законам устройств для переработки одной информации в другую информацию. И вот именно с этой позиции надо подходить к психологии. К психологии. Надо делать психологию точной наукой. Надо разрабатывать точные модели того, как функционирует психика. Точная, однозначная и окончательная. Чтобы мы совершенно точно знали, что в психике можно менять, как менять и как менять так, чтобы психика стала лучше.